Масштабный книгоиздательский проект. Страница советской российской истории 1917-2017 годы. Над его созданием трудились профессиональные историки, литераторы, журналисты и архивные работники. Презентация прошла в Доме Российского Исторического Общества. На текущий момент в рамках серии изданы уже 37 востребованных читателями томов. Каждый из них написан живым и понятным языком, опирается на подлинные архивные источники и содержит богатый иллюстративный материал. Выбор героев книг тоже очень широк. Сергей Королев и Игорь Курчатов, Алексей Косыгин и Андрей Громыко, патриархи Сергий и Тихон – люди, ставшие настоящими символами своего времени, лицами своей бурной и непростой эпохи. Огромный исторический период беспристрастно и объективно освещают авторитетные авторы. Через призму фактов они рассказывают о событиях и судьбах выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие страны. В основе этих изданий научное знание о нашей истории. Даже если форма представления этого знания такая популярная, художественная, а в научном, то есть в точном, качественном, объективном историческом знании наша страна, конечно, очень нуждается, особенно сейчас, когда мы должны все вместе отстаивать историческую правду. В ходе презентации Сергей Нарышкин предложил посвятить несколько книг недавним событиям в Донбассе, которые стали неотъемлемой частью нашей общей истории. Скоро нам предстоит отпраздновать десятилетие русской весны, юбилей возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Вижу в этом прекрасный повод, чтобы увековечить память выдающихся участников тех событий, организаторов героической обороны Донбасса. Книжный проект страницы советской и российской истории реализуется уже четвертый год совместными усилиями Акционерной финансовой корпорации «Система» и Российским государственным архивом социально-политической истории. Инициаторами ставится задача добиться результата, при котором книги о людях российской истории были бы не только живонаписаны, но и базировались при этом на строгой документальной основе, уважали исторические документы, научно установленный факт. Совсем недавно книжная серия получила национальную премию в номинации «Лучший книгоиздательский проект года». Кроме того, изданные книги уже рекомендованы для изучения в российских вузах. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества». Продолжение следует...